Музыка Вот вы, наверное, в начале увидели, что спонсор сегодняшнего выпуска некий Намик А. Не знаю, кто он, Алиев или Агаев или Агабалаев или Агамалиев, по-моему, есть такая фамилия В принципе, выбора-то больше нет Он выслал 1 рубль на поддержку канала Но смеялся я, когда получил не суммы этой, а самой ситуации Ни в коем случае не суммы Главное, внимание, а не сумма Просто обычно, если и приходят какие-то донаты, они приходят от одних и тех же нескольких человек Но это после каждого выпуска, буквально первые несколько часов А после последнего моего выпуска, того предыдущего, как ни странно, был всего лишь только 1 донат Вы не поверите, только 1 донат на 1 рубль И тот не от армянина, а от азербайджанца Но на фоне того, что армяне после прошлого выпуска вообще послали 0 рублей, то 1 рубль от азербайджанца это был, конечно же, шедевр Он точно мне и миллион заменит Я вот искренне говорю Намику А хочу еще раз сказать спасибо и ответить на его комментарий Мол, как он написал, нищий армян Вадиму на здоровье За здоровье, конечно, спасибо Только я не нищий, к счастью Армян нищих вообще не бывает, я скажу честно Армяне могут быть жадные или ленивые, но не нищие Вот вы увидели в описании видео, куда донаты высылать А многие не видят Да что там донаты? 50 тысяч бывает людей смотрят мой выпуск, а лайки ставят полторы-две тысячи Это лайки Лень даже лайкнуть и подписаться на группу, если не подписан А я, намик, еще книги пишу Так что априори не и они нищие Вот недавно были презентации еще в Москве, Санкт-Петербурге Кстати, хочу поблагодарить людей Там много было подарков надарили Вот некоторые я покажу Было очень лестно мне, конечно, получать вот такие вот особенно подарки Вот Вадиму Арутюнову с глубочайшим уважением от подписчика Эдуарда Хачатурова Город Санкт-Петербург, ручная работа Вот из кожи он мне такой вот ремень подарил Вот, довез, буду носить с удовольствием Еще раз спасибо Вот видите, по поводу армян-то Армяне никогда нигде не пропадут Тот чем-то занимается Вот Хачатуров Эдуард занимается Вот из кожи делает продукцию Потом от художников у меня были тоже сюрпризы Вот смотрите, живопись от Армена Захаряна Я был очень польщен себя увидеть Среди вот Александра Ширвинта Вот у него вот такая живопись, головы вверх подняты Вот, среди Александра Ширвинта Тут Евгений Солонович Не знаю, кто это Вот тут есть и автор-портрет Тут есть и Баграт Эстокян Мы, кстати, знакомы из Стамбула Здесь есть вот Юрий Гальцев С которым я тоже много лет знаком И вот среди всех этих вот множеств разных персон С поднятыми ввысь головами Есть и где-то я Сейчас я вам найду его Иван Янковский А где же я? Себя же я тут видел Вот он я С рядом каким-то Александром Чернявским Вот он я Тоже куда-то ввысь Ну, это стиль такой у этого художника Наверное, прощение к Богу Может быть так, я не знаю Я, например, так это понимаю Также мне передали вот стихи Очень хорошие, кстати говоря, стихи Правда, здесь есть стихотворение Которое меня попросили почитать в эфире Я пообещал, что я это сделаю Но сейчас я этого делать не буду Я это сделаю в самом конце Потому что сейчас у нас все-таки выпуск начнется А стихотворение занимает определенное время И вот еще вот такую вот интересную гюмрийскую штуку мне подарили Вот такую посуду из гюмри Ну, это, значит, хозяин заведения Кафе Или, по-моему, даже это ресторан в Санкт-Петербурге И вот он мне подарил вот такую вот интересную посуду Что ж, еще раз спасибо всем за прием Стихи, как я обещал, я в конце прочту Но только не о себе Там есть стихи, которые посвящены мне О себе читать как-то неприлично, что ли Поэтому, скорее всего, я буду, значит, читать другие стихи Но не о себе Ну, правда, как-то это будет нелогично, неприлично выглядеть Ну, что ж, теперь Так как Намик все-таки деньги выставил, правильно? И на деньги Намика из Баку Поговорим сегодня о его президенте Поговорим о мире, который стремится армянское правительство С азербайджанским правительством Ну, речь о мире, который стремится армянское правительство С азербайджанским Но само азербайджанское правительство К миру никак не стремится Увы и ах Это потому, что, я не знаю В одних странах запрещено все-таки говорить о мире Ну, нынче такая ситуация в мире, да Масло масляное В других странах только о нем и говорят Причем страны, которые говорят о мире, непонятно Они так говорят, потому что готовятся к войне Пусть даже через 10 лет Или они говорят о мире искренне Полагаю, что потенциальный враг также жаждет мира Вот тут вот вопрос Я сейчас говорю об Армении и Азербайджане, конечно же Если в первом случае, то все здорово Вообще вопросов никаких нет Будущее значит за Арменией Если же Армения действительно считает, что Азербайджан хочет мира То она становится утопленницей А ведет ее на подобный суицид Пашинян Внимание Я говорю либо-либо Я сейчас не обвиняю Пашиняна Либо-либо Кто не понял, пересмотрите еще раз А теперь, почему я так думаю Что Азербайджан не хочет мира Я думаю, что потому что я честен И потому что у меня с IQ все в порядке Опять же, я так считаю В отличие от некоторых Тут даже средним IQ не нужно обладать Чтобы сделать вывод Что мир Алиеву нужен ровно так же Как шакалу, разлагающейся дохлятина Да и не только Алиеву За много лет он превратил свое население В персонажей фильмов Джорджи Ромеро Помните такого? Это тот режиссер, что снимал фильмы ужасов В 90-х наслаждались ими Ночь живых мертвецов Кладбище домашних животных И прочие-прочие его фильмы про зомби И это самое население Как только получает команду фас от Алиева Так сразу же выходит из своих могил С топорами, ножами, кинжалами И начинают отрезать органы у армян Даже с трупов армянских Потом начинают громить церкви, хачкары Ведь дети сил тьмы не переносят крестов А то, что оставляют, то либо без крестов Либо переименовывают Надеюсь, мир миром Но все это Армения будет держать на карандаше И не только Армения, но и ее дочь Что вне Армении То есть ее диаспора Недавно читаю новости Узнал, что Азербайджан переименовал Древний армянский монастырь Дадиванг Худаван И назвал это строение албанским монастырем Примечательно, что азербайджанский, прости господи Минкульт даже не удосужился назвать Дадиванг Близкий по смыслу азербайджанскому языку Например, вай дадям вай Ведь известно, что в отличие от армян Которые были уже давно цельным народом В 4 веке, например Албаны были не народом тогда А всего лишь племенами Разными племенами, албанскими Не было такого народа Албанец Албанцы есть современные Вон шкептары на Балканах живут А на Кавказе жили албанские племена Которые жили в Кавказской Албании и Северне И коих было свыше десятка Ну, как пишет во всяком случае Геродот Как пишет Страбун И говорили они не на иранских языках И уж тем более не на тюркских языках Так откуда же взялось худаванг Если худаванг Это на иранских языках Бог Так даже и прощаются Говорят худавис То есть Бог даст увидимся А ванг по-армянски Монастырь Худаванг С каких пор кавказские племена Вдруг стали говорить на индоевропейских языках Что называли дадиванг Ирано-армянским термином Вы бы хоть оудин что ли спросили Как на языке их будет божий монастырь И назвали бы например Бехерюй Гергеци Или как они там говорят Как-то по-моему близко к этому Гергец или Гергец На их языке Они назвали так Знаете почему? По-удински Потому что Не знаете что завтра с удиными будет Вдруг они станут претендовать на свои земли И что тогда? Кстати Худаванг тоже не вы придумали Это второе армянское название дадиванга Только звучит оно Худаванг И переводится как Храм на холме С армянского именно переводится Еще с советских времен Азербайджан испытывал Проблему сначала С грамотностью населения И по этой причине В 1936 году Советская власть стала там бороться с ликбезом И плакаты развешивать По всей республике И в эти годы Та же советская власть Стала наделять Азербайджанцев Историей и культурой За счет Соседних народов К примеру До 30-х годов Ни Низа Амии Ни Бабеет Не были азербайджанскими К примеру В тех же книгах Вышедших В 20-х годах 20-го века Низа Амии Был представлен Как персидский поэт Иранский поэт Азербайджанским Он стал уже После ликвидации Грамотности В Азербайджане Как и Вся их писанная В 20-м веке История И до 70-х годов Прошлого столетия Советская власть Помогала Осуществлять Так называемую Историю Азербайджана За счет Соседних народностей К примеру Вот официальный Запрос Директора Музея Истории Азербайджана Мемеда Казиева Армянским Коллегам В котором Он просит Прислать Дубликаты Орудий Труда Времен Палеолита Найденные На территории Армении Для их Временного Показа В Баку В экспозиции Музея Истории Азербайджана Это 1955-й год А знаете К чему Готовился Тогда Азербайджан И зачем Ему экспонаты Были нужны Кстати Не только Из армянских Музеев Но и из Грузинских Дагестанских Московских Потому что В 1956-м Году В Баку Приехал Радж Капур Наргиз И другие Кинематографисты Индийского Кино На Одноименный Кинофестиваль Дорогим Индийским Гостям Нужно было Показать Свою Культуру А показывать Нечего Индия Это древняя Страна Им хочется Увидеть Утварь Древнего Азербайджана А Нечего Азербайджан Ты еще Молодой Вот и слепили Ее Из того Что было А Рашид Бейбутов Сделавший Себе Карьеру В Ереванской Филармонии Имя которого Прославил На весь СССР Артемий Айвазян Спел Дуэтом С Раджем Капуром Бейбутов Тогда еще Не знал Что Армяне Произошли От индийцев А то бы Наверное С Капуром Мигна бы Спел Что мы Имеем Теперь Зомбированное Поколение Азербайджанцев Азербайджана Где уже С четвертого Класса Из учебников Для чтения Дети узнают С какой Лучшей стороны Подойти К Армянину Чтобы ударить Его топором Ведь он Враг Так Так что Как говорит Старая Добрая Всесоюзная Поговорка Миру мир Армянам Деньги Чтобы было Чем Восстановить Справедливость Территориальную Целостность И наказать Врага За его Деяния Союзница Армении Ее Диаспора И только Не думаю Что тот Кого Учили Поднимать На нас Топор Вдруг Сядет За За стол С трапезами Трапезничать Вернее С нами И разделит Ее Эту Трапезу Причем Разделит Ее Без яда Одни Уже Разделяли Такую Трапезу После Гамедийской Резни 1894-1896 Годы В Османской Империи Потом Пошли Тосты За мир А в 1915 Году В тост Подлили Яд И ни мира Ни территории Ни армян Ни армянских Храмов В этой Самой Османской Империи Кстати О Яде И Османах Понятно Что Империя Названа В честь Османа Имени Завоевателя Но вот Мало кто Знает Что у Имени Есть Перевод Осман Арабское Слово От которого Образовалось Имя И переводится Это Слово Осман Змея Так что Еще раз Пашинян И армяне Мира К миру Готовьтесь Ну и Готовьтесь Тому Чтобы В любой момент Можно было Задушить Змею Как только Она станет Выпускать Свой Яд Понятно Что Азербайджан Это маленькая Такая Знаете Змейка Это Ужик У которого Нет даже Яда Но не стоит Забывать Что этот Ужик Без гадюки Никуда А в последнее Время И питона Созывает Ну а Теперь Кто хочет Задержитесь Я прочитаю Обещанные Стихи Которые На мой взгляд Заслуживают Внимание Еще раз Скажу О себе Я читать Не буду Но вот Мне очень Понравилось Стихотворение Услышь Детей Армения Прекрасно Ты Армения Тигран Они Армен Я Залогом Соглашения Такая Ты Одна Горами Величавая И символом Двуглавая Ветрами Громом Бравая Ты Радуги Видна Своими Прошлых Тень Давай Вставай Уже С колен Тебе Ведь Мощь Дана Ты Господом Хранимая Излом Неистребимая Стремись Вперед Любимая Родная Сторона Я Знаю Что Призыв Ненов Для Утверждения Основ Своих Ты Собери Сынов Им Жить Позволь Страна Услышь Детей Армения Вардан Ареф Вазген И Я Народный Глаз Моление Сердечная Струна Твоя Что Нам Дана И Ты У Нас Одна Автор Ануш Арутинян Санкт-Петербург